Немножко ее все равно раз так напряжение, не то, что вы ее раз вставили. Черепица самая дешманская. Всем привет, компания Кровмонтаж, я Мороз Алексей. Мы снова выполняем свою миссию. Сегодня мы на оценке кровельных работ. Наш заказчик собирается покупать в этом элитном коттеджном поселке дом. Подрядчики уверяют его, что все здесь замечательно, супер качество, все проще. Но наш заказчик решил подстраховаться и пригласил нас оценить состояние кровли. Сейчас мы этим и займемся. А это уже о многом говорит. Смущает меня подшивка с весов. Я спрашиваю подрядчика, он путается. То металлическая, то алюминиевая, то вообще с нержавейкой. Вот я здесь походил, как Шарла Холмс, и пособирал отходы. И вот что они мне говорят. Это алюминий, какой-то самопал. Видимо, есть оборудование, линии по производству софита. Но красилось это кустарным способом. Вот эти огрехи при покраске. Ведь покраска кровельного железа, либо кровельного алюминия, это технологический процесс, который требует соблюдения температурного режима, нанесения грунтовок и всего прочего. Видите, такие наплывы красок. Уже он на изгибе начал уже шелушиться. Покрытие на алюминиевых софитах долго не продерживается. Я еще на крышу не поднимался. Москва вон там, буквально 3-4 километра. И этот поселок позиционирует себя таким лакшери элитным. Кровельный материал, ну, самый такой неэлитный. Эконом. Но это еще не все. Представитель заказчика говорил, на днях был дождь. Водостоки здесь все, в принципе, текут. Водосток называется бесшовный. Но, видимо, собирали его из кусков. У бесшовного водостока, по итогу, куча стыков. Герметизирует обычный с силиконовым герметиком. Может быть, для 90-х годов это и нормально, но, доложу я вам, силиконовый герметик, даже хороший, ну, простоит в таких местах, узлах сопряжения, где агрессивная среда не больше года. Жара, холод и он отлипает. Каждый год нужно будет подсиликонировать. В этих местах используют специальный кровельный герметик на полиуретановой основе. Силиконовый стоит 200 рублей, а полиуретановый – 1000. Улавливаете разницу? Экономит на все. На полиуретановой основе герметик. Вы не залезете очень долго на крышу. А здесь только на время. Не жалели их силикон. Прямо шпателем мазали. Они думали, что я на крышу не залезу. Спрятали здесь все лестницы, закрыли все чердаки. Но я туда залезу. Мы были сейчас на чердаке, обследовали холодный чердак. Возможности выбраться на крышу там нет. Люка не предусмотрена. Но наш заказчик, который хочет приобрести дом, пошел на то, чтобы нанять вот этот подъемник. И нас сейчас поднимут на крышу, и мы обследуем с вами крышу. Пойдем со мной. Юр, ты готов? Да, поехали. Все, командир, давай, ты не подведи. Аккуратно-то. Так. Поехали. Вот, ребят, вот так мы и работаем. Высота-то какая, смотри. Охренеть. Ну, смотри, его функцию заменяют вот эти два турбодефлектора. То есть они выполняют заменение? Выполняют, нормально. Меня интересует больше уделять внимание на кровле. Нужно проблемным узлам. А какие? Это яндовые, дымоходы, сопряжение, примыкание и прочие узлы. Сейчас пойдем мы к дымоходу. Ты как, со мной? Да, конечно. Здесь сделана разуклонка, разъяндовка, так называемая, сзади дымохода. Но ошибка в чем? Поток воды, который будет идти по разъяндовке, он упирается в это место. В идеале разъяндовка должна идти вот на этот угол, чтобы вода выстреливала туда, за пределы дымохода. Потому что за дымоходом всегда дождевая вода в него бьет, либо скапливается снег. Вот это первая ошибка. Может быть, я предполагаю, что разъяндовка была сделана на угол дымохода, кирпичного. Но после того, как его штукатурили и отделывали вот этим фасадным камнем, дымоход увеличился в размерах, и яндовая теперь упирается в дымоход. Рассогласованность работ отделочным камнем все заложили, вплоть до самого основания крыши. Сопряжение крыши с кровлей. Я не могу сказать, будет он течь или нет, но, судя по увидимому, скорее всего, будет. Мое подозрение, что это временная крыша. Протечек здесь сейчас достаточно. Поэтому я не буду сейчас придираться, что здесь, в принципе, дождь может затекать под эти сопряжения. На кровле, где агрессивная среда, течет дождевая вода, шпаклевать бессмысленно, это буквально на 2-3 месяца. Или до первой зимы, и он все, шпаклевка отшелушится, нужно делать заново. Все это ничего, ребят. Но я уже собирался уходить с крыши, хотел ставить кровле оценку 4 с 3 минусами. Но я присел, чтобы посмотреть плоскости скатов, и я увидел бугристость именно этого ската. Такие шишки, где кровельный материал так дыбится, да, есть провальчик там, сантиметров 5 буквально на метре. И наблюдаю стыки, это видно стыки фанеры, кровельщики называют. Пошла кровля шишками. Вот этот скат немножко получше, но здесь очень много. Эти скаты находятся сторонами к соседям, не с уличной стороны, и цвет черный, он не выдает вот эти все огрехи. Только можно все это увидеть и определить при близком рассмотрении, добравшись на крышу. Обогровел, Юр, красный. Здесь я закончил свой осмотр. Заказчик получит от меня развернутую оценку состояния кровли этого дома. С вами я коротко поделюсь. Типичная кровля дома, которая продается в элитном коттеджном поселке. Те же самые типичные ошибки, которые встречаются мне постоянно на таких типовых домах. Не стоит ожидать чуда в доме на продажу, где все направлено на внешний марафет и на красивую картинку. Кровмонтаж свою миссию выполнил. Поедем дальше. Мерите размер от той точки до той точки. И вот туда вставить, усилить. Там добавить 100 на 150. И шпильки. Ригеля усилить, потому что они очень длинные. Срастите их, балку коньковую, в подпор. И вот здесь обрезайте ее. 250 килограмм на квадратный метр. А в карнизной зоне, где накапливается, еще будет больше. Забиваете прям немножко ее в сумму на ржасток. Тогда будет правильно. И будет нормально. Дощечка. Вот вы пускаете вторую, дублируете. Вы меня понимаете, нет? Через каждые 80 сантиметров шпильками. Вы поняли? Да. Подпорку дадите. Вот так. Чердак надо вентилировать обязательно. Что, твои, да? Это АМ из Аспан. По разоляции можете ютофол, это все проклеить. Да не, не обязательно. И два гвоздя мощных. Дальше, по утеплению. По жилому контуру. Ну, 3 сантиметра сделайте полоску. Хорошо надо добавить. Когда будете утеплять, перекрестность сделать. Ступеньку вот эту тоже всю напихаете. Умножайте либо на 0,2. 19,5 кубов вам надо. Это 0,28 куба. 66 пачек. А если сильные теплопотери, плюс еще влажные работы, так его будет там море. Правильно, Вилаль? 100 пудов. Я ожидал худшего. Эту кровлю строили, по словам заказчика, ребята с юга Украины. Ребята, вы, в принципе, сделали нормально, если вы меня смотрите. Для юга Украины достаточно, но все, что с севернее Воронежа так строить, знаете, вы можете причинить финансовый ущерб вашим заказчикам. Здесь я дал конкретные указания, как можно усилить стропильную систему. Здесь все, поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok